Всем привет! С вами снова шоу Кулинарик. И сегодня мы будем учиться готовить лосося в сливочно-медовом соусе с кунжутом. На самом деле блюдо это очень шикарное, очень вкусное, дорогое, богатое, красивое, полезное, нежное. И самое главное, очень простое. Готовить его может каждый. Нам потребуется сегодня лосось, мед, лимон, перец горошком, оливковое масло, соль и, собственно говоря, обыкновенный соевый соус. Для нашего блюда нужна рыба. Я купил лосось. На ценнике так и написано было. Лосось. Но на самом деле такой рыбы не существует. Есть семга, есть белорыбец, есть нельма, сит, горбушек, кижуч, кита, чавыча, нерка и форель. Но лосося не существует. В ресторане это будет стоить бешеных денег, но дома это будет гораздо дешевле, а вкус ничем не будет отличаться. Итак, я купил готовые порезанные стейки. Вот так они выглядят. Почистил их от чешуи. Чистить, вычищать косточки я не буду, буду готовить именно такими стейками. Рыба готова, она ждет всего часа. Для начала мы берем соевый соус. Нам нужно 4-5 столовых ложек соевого соуса. Самый простой, обыкновенный, классический соевый соус. Возьмем пару ложек оливкового масла. Может быть и подсолнечное масло, но я вот решил попробовать с оливковым. Раз, два. Две ложечки оливкового масла. Так, мед. Три ложки жидкого меда. На самом деле мед у меня был густой. Для того, чтобы его сделать жидким, я поставил баночку меда на водяную баню. Просто налил горячей воды, поставил в центр баночку и включил на медленный огонь. Мед расплавился. Так, налили мед. Теперь нам это нужно перемешать. И добавим совсем немного лимона. Для того, чтобы луч сок выкатывал, сначала прокатаем немножко лимон. Нажимаем слегка и прокатываем. Отрезаем буквально чуть-чуть и выжимаем. И добавим черный молотый перец для аромата. Так, теперь нам нужно поставить все это мариноваться. Поэтому мы укладываем кусочки поплотнее друг к другу и заливаем все это нашим маринадом. Вы не поверите, но основная часть нашей работы уже сделана. Темга маринуется или форель. В общем, лосось маринуется. Мариноваться он может 10-15 минут. Поставим для этого в холодильник его, чтобы пропиталась рыба. И, собственно говоря, основная часть работы уже сделана. Нужно дождаться, пока промаринуется лосось, потом поставить его в духовку. И все, через 15-20 минут у вас роскошное блюдо готово. А сейчас мы приготовим рис с карри. Я взял обыкновенный рис, который я нашел у себя дома. Судя по цвету, это бурый рис с длиннозерой. Стакан. Один стакан риса. Замочил в воде. Промыл как следует, слил воду. Также у нас есть карри. Остая смесь. И растительное масло. И кошка Василиса. Так, сковородка немножко прогрелась. Наливаем масло. И даем маслу растечься по всей сковородке. Все. Масло должно немножко прогреться. Кстати, пока я все это готовлю, духовка у нас уже прогрета на 180 градусов. Ждет свою порцию рыбы. Прогрелась. Теперь вываливаем все это на сковородку. А пока рис обжаривается, добавляем туда столовую ложку, даже немножко больше карри. Все это перемешиваем, как следует. Карри имеет очень приятный специфический запах. Пряностями. Такое ощущение, как будто попадаешь сразу в Индию. Мы перемешиваем все. Кухня всегда открыта для экспериментов. Я, допустим, до сегодняшнего момента не готовил никогда рис карри, никогда рис не жарил. Более того, я даже не знаю, сколько он должен жариться. Поэтому на глазочек пусть немножко порочка зарумянится. Теперь нам нужно налить воду. У нас здесь одна такая кружка риса, поэтому вливаем. Наливаем полторы кружки воды. И все, накрываем крышкой готовиться. Когда закипит, убавляем огонь на минимум, чтобы как следует все проварилось. Как раз когда она закипит, будет время ставить нашу рыбу в духовку. Наша еда готова. Семга под соево-медовым соусом и рис карри. Приятного аппетита! Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok